О, хей, народ! С вами Маугли, это Dreamfall Chapters, вторая книга, и мы продолжаем выполнять квесты в Меркурии. Сейчас мы пойдем с вами взрывать запасы оружия и пороха, которые Азади здесь складируют. Для этого нам нужно будет пробраться в самые... в самые... так, сейчас посмотрим в самые верхние районы. Карта Меркурии, храмовой площади к моно... вот, нам нужно на пристань, где D. Сейчас мы, значит, поворачиваем... куда мы поворачиваем? Мы поворачиваем на право и бежим по дорожке через парк. Так, куда, куда, куда? Вот здесь должен быть, да, поворот. Мы бежим, 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 бежим. И, по-моему, мы свернули куда-то не туда. Ну, ладно. Здесь дороги все такие кольцевые, поэтому, я надеюсь, выйдем в правильное место. Так, смотрим. Да, 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 да. Мы побежали не туда, возвращаемся обратно. Нам нужно пройти через парк и добраться до пристани. Здесь есть один квест, который мы будем выполнять чуть позже. Я вам сразу не буду раскрывать все карты этот квест. Очень редко кто проходит. Даже если смотреть на прохождение те уже, которые есть. Он непонятный. То есть, когда его выполняешь, не совсем понятно. Правильно ты сделал, неправильно ты сделал. Остается понятно только потом, когда уже игра развивается дальше. Но, не буду вам сейчас все карты раскрывать. Дойдем до него. Этот квест связан с предателем, который торгует. Или который сдает Азаде информацию. Торгует для них. И так далее, и так далее. Сейчас же мы бежим на пристань для того, чтобы взорвать все запасы. Запасы оружия, запасы пороха, которые Азаде здесь приготовили. Да, вот мы уже видим эти огромные ворота. А если мы посмотрим наверх, мы увидим плавающие корабли, которые летают в воздухе. Как это здорово. Мы на месте. Нам сейчас нужно пробраться каким-то образом. Пробраться туда. Ага. Здесь вот есть охранник, который, кстати, ходит туда-сюда. И если мы сделаем что-то не так... Так, мы взяли пороха. Этот охранник, если он нас заметит, нас сразу прогонит отсюда. Давайте прятаться в тени. Эп, быстро-быстро-быстро, убегай. Убегай, Киан. Прячься. Вот он идет. Этот самый охранник. Нам нужно каким-то образом взорвать вот эти запасы пороха. Пока что мы взяли только самого пороха немножечко. Очевидно, просто так взорвать у нас его не получится. Нужно будет придумать что-то еще. Придумать что-то еще. Что у нас еще здесь есть? Здесь оружие, ящики с оружием. Они не активны никак. Так, бочки. Мы не можем использовать. Телега. Бесполезно. Что-то здесь может быть. Тоже здесь все это не активно, не активно, не активно, не активно. Ладно, возвращается охранник обратно. Мы давайте спрячемся в тень. Дождемся, пока он уйдет. Сбегаем туда, на эту прицель. Посмотрим, что там есть. Такое ощущение, что там какая-то веревка. Да, какой прекрасный мир вообще Меркурия. Все так очень фэнтезийно здесь. Даже какие-то элементы стимпанка, кстати, есть. Очень интересный мир придумали разработчики. Тихо-тихо, пока никто не слышит. Так, спокойно пробегаем сюда. О, веревка, да. Веревка нам однозначно нужна. Хватаем веревку. Вероятно, промокший от морской воды. Да, отлично. Так, попробуем, попробуем, может быть, сделать... Поместить предмет. Какой предмет мы можем сюда поместить? Порох? Отлично. Неплохо. Может быть, мы можем также поместить веревку? Да, здорово. Теперь у нас такой бич, бичевая есть, которую мы можем поджечь. Очевидно, нам нужно что-то еще. Как мы можем это все поджечь? Что у нас здесь? Здесь масло левиафана. Они хотят охотиться в огромных... Так-то, она используется в качестве чего? В качестве источника света и смазки. Ммм. Сама по себе веревка вряд ли будет гореть. А что если мы смажем ее маслом? Да, немножечко мы скоропостижно ее поместили. Ну, ничего-ничего. Нашу как учатся. Так. Упс. Что это было? Берем веревку. Веревка пропитана маслом. Теперь она сойдет за фитиль. Супер. Класс, это то, что нужно. Так, охранничек где у нас? Охранничек возвращается. А мы очень быстро, пока он не увидел нас, ложим веревку и убегаем, убегаем, убегаем. Да, отлично, мы успели. Что еще у нас здесь есть? Лошади. Главное, чтобы не легнуло меня в лицо. О, а это что? Согласно верлоку, на этом ящике в нем находятся детали кремния. Кремень, это то, что нам нужно, чтобы вызвать искры. Интересно, этого хватит? Что у нас есть здесь еще? Так. Стальные гвозди. Берем. Супер. Гвозди. Трубы. Все, здесь нам больше ничего не нужно. Я думаю, что с помощью этого гвоздя и... Гвоздя и кремния. Кремния мы, наверное, сможем что-то сделать. Совместить мы их не можем. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ой, а ну, пошел отсюда. Прогнали нас. Ну, мы так отошли, как будто ничего не видели, не знали. Просто прогуливаемся. Ну что, он уходит? Давай, давай, вали отсюда. Тем временем мы кладем, значит, кремний. Кремний даст искру без стали. О, отлично. Вот так, супер. Ударяем, значит, по гвоздичку. Бум-бум-бум. Зинь-зинь-зинь. О, сейчас будет большой кабум. Убегаем оттуда, к чертям собачьим. У-у-у-у. Бы-ды-ы-ы-ы-ы-с. Все, мы спалили, взорвали все запасы. Продоволь... Ээээ, продовольствие. Кремния, оружие. Супер, все, там все горит. Отличный теракт мы совершили. Здорово. Это было очень хорошее Хорошее задание Так, здесь мы сейчас уходим отсюда подальше Пока нас не поймали Проходи, проходи быстрее Чтоб никто не заметил И еще одно задание Это поиск предателя Вот это, кстати, самое сложное Ну не то, что сложное, оно не явное Как раз то задание, о котором я говорил Потому что Непонятно, правильно ты его Выполнил или нет И результат будет только после Сейчас нам нужно пробраться на собрание Ну что, ты готов? Мы можем идти? Пойди сейчас Пойдем Да, иди за мной Бит Нас должен проводить на собрании Где это тайное общество Заговорщиков собирается Нам нужно покинуть гетто Как ты пройдешь мимо стражи? Знаю я одну дорогу Сойдемся с другой стороны Подожди, что? С другой стороны Ну и проходим Если ты призрак Просто оставь меня в покое Опа Опачки Видишь? Легко Храни нас, богиня Ты с огнем играешь, мальчик Не нужна мне никакая помощь богиня Я очень хорошо лазаю Как ты сбежала с темницы? Что? Я не... Откуда ты знаешь? Ой, да все знают Что апостол сбежал из темницы В ночь своей казни У нас даже кукольный спектакль есть по мотивам Забери меня тень И с чего ты взял, что я тот с самой Азади? Таинственный апостол сбегает из темницы Спася пару дней Таинственная Азади приценивается к сопротивлению Может мне всего 10 лет И кожа у меня снил Но меня не одурачишь Точно Что ты еще обо мне знаешь? Мы пришли Тут они проводят встречи Выступают и все такое Ты уверен? Полностью Иногда подслушиваю Они говорят о магических Что мы испортили мир И все у них отняли Печально все это слышать Не знал, что магические такие плохие Не удивительно, что люди нас денавидят Мы не... Слушай, мальчик, бип Эти люди плохие Ты не сделал ничего плохого Ты не выбираешь себе внешность и цвет кожи Неважно, где и кем ты родился Это не определяет тебя как плохую личность Или меньше, чем личность Это просто делать тебя с собой Видишь ли? Важно ли то, что ты сам делаешь в своей жизни? А теперь убирайся Уходи Возвращайся назад И поосторожней Но... Ты пообещал Никаких споров Хорошо Хорошо Давай, давай, давай Что? Я был безмерно рад получить награду На свой нелегкий труд Ну ты даешь Держи А теперь беги отсюда, воришка Заработай свою пайсу Окей Нам нужно теперь... Так Где, 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 где? Ага Вот Нам нужно пробраться Сюда Начальник охраны Поговоримся Приветствую, брат Что? Кто здесь? Господи Проклятие Вот это ты меня напугал, приятель Откуда ты, чёрт, побери взялся? Где в Севенхиле? Где ты пришел? С Садо О, тени Отойди И я постой на собрание Конечно, правильно Вроде земля, брат Применить силу Отойди и пропусти меня Мне нужен только пароль Ну же, брат Ты же меня знаешь Да не сказал бы, что знаю Если ты не член нашей семьи То тебе здесь не рады Эй, люди, вам должно быть стыдно Как вы смеете вешать эту гадость на мою дверь? То, что я человек, ещё не означает, что мне интересна ваша расистская пропаганда Я жила по соседству в Далмаре большую часть своей жизни И они ни разу не пришли в дреда Ни мне, ни моей семье Вот что я думаю о вашем сборище гуманистов И ваш онар Хиллерис может идти в задницу Он предатель Вы все предатели А когда сзади наконец соберутся и выйдут отсюда Мы вам всё припомним Даже не сомневайтесь Чик-чик-чик И она порвала и бросила кусочки А мы их заберём себе Приглашение, конечно, отлично Мы их берём себе И... По-моему, чё-то не хватает Давайте посмотрим Честь и... Чего-то не хватает Одного слова не хватает Нужен третий кусок Давайте догоним эту женщину И спросим у неё Не могли бы вы дать мне третий кусочек, мэм? Прощу прощения О, баланс Откуда ты взялся, а? Я тебя даже не заметила Что тебе нужно? Не, ну не нужны проблемы Тот лист, что вы порвали У вас не осталось его другой половины Какой лист? Листовка национального фронта? Зачем она тебе? Кто ты такой? Тот, кто на вашей стороне Не знаю По-моему, ты говоришь как о заде Для чего тебе их листовка? Долгая история Мне надо найти предателя Тот, кто продал повстанцев О, да, конечно Если тебе это поможет насолить отбросом из Национального фронта, то прости что угодно Возьми и доблагослови тебя баланс за то, что ты противостоишь этим ублюдкам Ага, третья часть, совмещаем и... Честь и человечность Все, пароль у нас готов Бежим туда, навстречу Сейчас проберемся в самое логовое врага Попробуем вычислить этого самого предателя, негодяя Отойди, брат Боги, ты так тихо подкрылся Кровь и земля Честь и человечность Вера и семья, брат Проходи, приятель, встреча уже началась Ну что, мистер Цели обновлены Предателя, изучить присутствующих на собрании Национального фронта Братья, сестра Кузены Храбрый, скромный и людской народ Добро пожаловать на встречу Национального фронта веры и семьи Ой, чё это они такие все в капюшончиках-то Страшные, как Куклук с клан прям Да-да, да-да Спасибо, что пришли сюда этой ночью Благодарю Спасибо вам, что щедро пожертвовали своим временем За то, что в неустанных поисках истины осмелись бросить вызов Этим малопонятным последователям ахунтизма О да, о да, несмотря на самоотверженный труд наших благодетелей Где-то там, в тени, скрывается враг В тени Угу, вот он и я, враг, как раз в тени Нам нужно изучить собравшихся И что мы будем делать? Мы будем делать Его борода запачкана чем-то, похожим на муку Может он пекарь? Его дыхание неровное и поверхностное Ему стоит показаться врачом Она напевает себе под нос Я узнаю эту мелодию Прелестная колыбельная О, а ты чё у нас без капюшончик? Должно быть на нём кожаное нижнее бельё Оно издаёт неприятные скрипучие звуки Кожаное нижнее бельё? Ты чё, пацанчик? Ты ж такой молодой Уже балуешься такими штучками О, от этого мужчины изрядно воняет Должно быть, он месяцами не менял однежду и не мылся От неё видит слабым запахом солонины Возможно, она работает в лавке мясника Никого не смущает, да, что такой чувак ходит Прямо ходит, так ко всем подходит Нюхает и смотрит Рука постоянно дёргается у него Он пахнет маслом лаванды Возможно, он лего От него странная и раздражающая привычка постоянно токать языком Её одежда сильно пахнет смолой и дымом Возможно, она работает на фабрике У неё странная поза Её как будто немного перекосило на один бок Как-то он нездорово бледен, возможно, он болен лунной лихорадкой От него пахнет розовой водой, если честно, довольно приятно От него несёт тапаком Тапаказа детский, если мой нос меня не обманывает Хами курил такой Её руки грубые, они покрыты множеством мелких порезов На его правой руке метко заядлого курищика Его пальцы и ногти жёлтого цвета и покрыты крещинами Ну всё, мы всех изучили Окей Что мы теперь должны делать? Да, мы всех изучили Что будем стоять и слушать? Да, мы всех изучили Я думаю, что всех уже обошли Хорошо, мы просто будем ждать, ждать, пока он закончит свою речь Потому что многие убегают до этого момента, пока он ничего не закончит Я не знаю, как повлияет это на прохождение лет, но мы подождём Всё, закончилось собрание, все разошлись Осталось лишь сана Я бы тоже забрался пару речей и бы сказал оттуда Всё, что я думаю об этом Всё Идиотизм Вот он, наш гениальный лидер этого сообщества, собрания Мы выяснили всё, что хотели О собрании Так, где мы находимся? Мы находимся здесь И нам нужно идти Нам нужно идти обратно Сейчас нам нужно отправиться на рыночную площадь Для того, чтобы попробовать там Опознать этого самого предателя Кто из присутствующих на площади Находился на этом собрании Определить информатора сзади на рынке старого города Вот этим как раз сейчас и займёмся Здесь прохода нет Нам нужно будет обогнуть здесь Я, прежде чем Дойти до решения этого квеста Перерыл много видеопрохождений Смотрел и реально Реально никто не знает, как это сделать Потому что никто тебе не говорит Прав, ты не прав Ты просто потом Через какое-то время По ходу игры Ты узнаёшь Сделали ты правильный выбор или нет Здорово, да? Тебя никто не видит Ты просто ходишь Всех пугаешь Вот уже Лико Давайте поговорим Где ты был? На встрече национального фронта Опознавал вашего перебежчика Предатель предателя Найдёт блистательно Думаешь, сможешь на него указать? Смогу Тогда вперёд Пока мы его не потеряли И сейчас нам нужно будет сходить И обнюхать людей Которые присутствуют здесь на площади Здесь вот такой знак есть Типа Подзатыльник дать или что Вот, а если мы нажмём его Мы сразу поймаем И второго шанса не будет у нас Поэтому Сначала нам нужно выяснить Он тяжело дышит и хрипит Вот этот чувак У него волдыри На коже Возможно, провёл слишком много времени Он пахнет табаком Этот запах мне не знаком Вероятно, сорт из северных земель Тот запах табака Который наш Альваны он определил Он знал его От него исходит едва уловимый Запах камфоры Или северного заснового масла Может, лавандового масла Так Вот лавандовое масло Было у нас там такое Ну и всё В принципе, здесь не так много Кандидатов Не так много людей Да Это табак Табак, лаванда Тяжело дышит И волдыри на коже И мы выбираем человека С лавандой Тяжело дышит Так, где у нас Лавандовый парень? Вот этот? Да, да, да Вот этот лавандовый Давайте ещё раз взбедимся Его мы и ловим Здорово Полегче, приятель Кто вы такие? Куда вы меня уходите? Вы Зелень и того И Лика просто толкает его вперёд И непонятно Правильный выбор Неправильный Но потом Я вам покажу Что это был правильный выбор Так что этот квест мы выполнили Так как нужно было это сделать Теперь мы И бежим в таверну В таверну Как он там называется? Котёнок Котёнок и петух Там мы встречаемся С Лико Эну То есть у нас будет сейчас встреча Нашей группы Десантной группы На правильном ли пути? Я что-то не помню Честно говоря По-моему сюда Нужно бежать На эту площадь Ааа Нет мы Ааа Вот куда мы пришли Так давайте посмотрим На карту Лучше всё-таки Сориентироваться Чтоб не бегать Лишний раз Да 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 Мы на правильном пути Нам нужно будет сейчас Немножечко повернуть В сторону И мы дойдём Здесь всё горит Они тут стоят Всё обсуждают А мы тут бегаем Это же мы всё тут подзарвали Подожгли И вот этот бар Котёнок Петух и котёнок Точнее Котёнок на петухе Заходим в него Это что это? Ну просто Сидит человек Дедок Заходим внутрь Здесь у нас должна быть сейчас Сходка Нашего Отряда повстанцев Сопротивление Мы в таверне Давайте поговорим С нашим Другом Ульриком Что вам привезти Друг мой? Я не могу Я не могу И я не могу Я не могу Воды Я возьму Стакан воды Воды? Из чего Вы вам заказываете Эту гадость? Боюсь мы не предлагаем Воду Дар Чё это он Такое Сказал Вот ваш весёлый Минстром Дар Ваш друг Она наверху Фрэн Друг? Вода Ваш друг Она вас ждёт Она? Кто это? Вы не хотите Женщину ждать Слишком долго? Кто это? Эну или кто? Что за друг Там нас ждёт? Ну-ка Ну-ка Что за друг? Где? Ты друг? Клиент из Меркурия? Нет А вон какая-то Женщина стоит Что это за женщина Там? Я такой не знаю С красными волосами Кто это? Может быть это ловушка? Если что Я ей Алкоголем В лицо плесну Незнакомка, да? Наконец-то Присаживайся Пожалуйста Я заняла тебе место Садись Давайте сядем Ну рассказывай Красавица Улыбнись Мы ведь старые друзья Помнишь? Я это совсем не помню Кто ты? Я скажу тебе Кем я не являюсь Я не из сопротивления И не Азади Если ты не сопротивления Не Азади То на кого работаешь? На себя И я могу либо облегчить Твою жизнь Либо усложнить Ничего себе Ди какая дерзкая Обозналась Любопытство Угроза Она утверждает Что она мой друг А с ним угрожает Не лучше Начало беседы Не люблю Когда мне угрожают Угрозы? Какие угрозы? Я просто пытаюсь Привлечь твое внимание Все лицо Изрезано в шрамах У них Ты популярен Кенальванный апостол Каждый хочет Урвать от тебя кусочек Я слышал Что за твою голову Назначена награда Боюсь Ты меня превзошла Я сравняю счет У меня столько же имен Сколько и друзей И врагов Некоторые зовут меня Анна Что тебе от меня надо Анна? Мне нравится Но на что ты делаешь упор? Ты умный парень Мне нужна твоя помощь Но не сейчас У тебя тут встреча Мне не хотелось бы тебе мешать Как ты знаешь Я искал возможность представиться И теперь я это сделал Так что мне пора Разреши меня как-нибудь Ты можешь найти меня за этим столиком Почти каждый вечер А если нет Ульвик передаст сообщение Здоровяк за стойкой? Носит фартук с петухом И котенком Его сложно не заметить Еще увидимся Друг Подожди Как ты увидела меня сквозь вуаль? Что? Ты не должна была меня узнать Если только мы не были близко знакомы Я не знаю о чем ты говоришь Еще увидимся Алваны Аааа Точно 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 Ведь только Люди с которыми У нас Были какие-то отношения Могут меня узнать Так Кто такая? Ну ладно Что ж Какая-то незнакомка Красноволосая Вот мои друзья Ну что? Кто это был? Кто? Что? Где? Та женщина Кто она? Таинственная незнакомка? Без понятия Я не парень Заглядываюсь на всех прохожих женщин Че типа я заглядываюсь, да? Лико? Ммм Ты встретил таинственную незнакомку? Нет Тебе нужно почаще выбираться А вам не опасно здесь не находиться? Что? А в смысле Лицо Шерсть Лицо Здесь безопасно Но Тут пьют и Азади Ульвик держит все под контролем А также магически все еще разрешен в проход в город Пока у них действительно Сильные пропуска и нет с собой оружия Заметно У вас есть пропуска? Конечно же, но Не буду распатывать удачу Нам пора Да Так Ну же, Киан Ты прошел тест Лико Все нормально Сейчас вернемся в штаб Тест? Тест? Ой Да, да Ну Лико? Я говорю, что не буду тебе доверять А теперь доверяешь? Нет Мое недоверие стало лишь чуть слабее Но ты справился Я не буду тебя убивать Ты дерзкий парень Пока что Знаешь, это для него крайне дружелюбно Обнимашки? Нет? Нет Ну, я не хочу Ладно Нам и правда пора Ну же Следовать за Эну И лихо обратно В тенистой пристани Пойдемте К пристани Так, к пристани Значит, это был Если мы неправильно Опознали этого предателя То мы тоже Прошли этот тест Но может быть Не такой бы у нас Крутой рейтинг был И как же выглядит Твоя таинственная незнакомка У нее длинные рыжие волосы Светлая кожа С леснушками А где-то как страница Еще бы Твой тип, а? У меня вообще-то нет Типа Правда? Думала, парня Вроде тебя просто Супер разборчивый О, я не О, богиня У меня в жизни Было не так много времени На женщин Лихие лохматики Да ты шутишь Тебе сколько лет Посмотри на себя Ребята, ты красавчик Как ты вообще вырвался Из одного рта? Лихие лохматики О чем ты? Забей Просто забей Но тебе ведь нравится Женщина, так? Забери меня тень Нет, знаешь В этом нет ничего страшного Вообще Могу даже найти тебе Хватит Рену Не знаю даже Как так получается Это как болезнь Я открываю рот и Блах! Это правда напрягает Ну-ну-ну-ну Че, заметишь, не заметишь? Опачки Пропуска Что вы там так поздно делаете? Выпиваем Танцуем Просто выпиваем Следующий раз выпивайте В пределах стены Нам такие, как вы В барах Не нужны Да, вы полностью правы Совсем не нужны До свидания Реально, реально не До свидания Давайте пойдем отсюда уже Пока нам Тут Пистонов не вставили Танцуем Тогда мне вдруг показалось Что этот ответ подойдет Расскажи мне еще раз Про этот тест Я ожидал, что ты сразу Помчишься к своим госпожам, Иваны Ты можешь быть нам полезен Ненадолго Но я все равно убью тебя Тебе не выплатит долг Перед моей семьей и народом Весельчак Долг Не вери в голову, крошка Зиди Это между мной и апостолом Крошка Зид? Что? Серьезно? Вообще-то я уже давно не крошка Зид Понял, зануло Я свершеннолетний У меня уже было несколько мужчин Опять тебя понесло, крошка Зид Спасибо А где все? Спят, я полагаю Уже поздно О-оу Он прав Тут так пусто не бывает Что-то не так Нам стоит поторопиться Давайте валим уже отсюда поскорей Опа, оба, оба, оба Что это такое? Что за лучник? Лучник И? Че, он собрался стрелять? Вау, он выпустил стрелу А-а-а, стрела летит прямо в нас Что делать, что делать, что делать И? Стрела Я поймал стрелу Вау Джедай Нужно двигаться дальше Неизвестно, сколько их еще здесь Бежим отсюда Я поймал стрелу Офигеть Хорошая реакция, Киан Ведь правда же, а, Лико? Он выжил Так что приемлемо Смотри-ка, его чувства теплеют Слава Богу, наша лодка на месте Дамы вперед Я реально не видел В смысле, ребята, вы дамы Это шутка, и ладно, я пойду первое Я реально не видел эту стрелу Я в последний момент увидел, что что-то такое светящееся приближается Ну ладно, слава Богу Я не знаю, если бы я не поймал, что меня подстрелили бы Я бы умер и скончался Ух Да, это неожиданно Ты привыкаешь, что здесь такое интерактивное кино Ты спокойненько бегаешь себе, квесты выполняешь И тут такие неожиданные На, можно сказать, даже на время Задание Так, ну чё, наверное, добьем уже, да? Прибыть на итоговое собрание Давайте добьем, значит, эти квесты Пусть получится чуть дольше, чем обычно Выпуск Чтоб уже было чувство завершенности Я рада, что вы все вернулись целыми Как всё прошло? Кьян был неподражаем Он даже спас нашу жизнь Я бы тоже стрелу поймал эту Знаю, но её поймал Кьян Это было потрясающе Есть новости об информатрии? Мы привезли его сюда для допроса Вот, 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 видите? Я это разумею, теперь он знает, где мы находимся Это точно не проблема Для тебя, Лико, может, и не проблема А для меня, может, даже очень проблема Мы не убиваем своих пленников После того, как получим от них желаемое Как справились с остальными заданиями? Альван исследовал нашим указаниям Он выполнил свои задания удовлетворительно Итоговый результат был адекватен Да ладно, признайся, что я всё уже сделал классно Чё ты? Эй, воу, хватит с ним сентиментальничать, Лико Рада видеть, что вы трое можете работать вместе Пока вас не было, мы получили кое-какие новости Боб, который видит? Вы правы, мэм Как вы почти все знаете Первая из шестерых уже несколько недель Как должна была прибыть в Меркурию Ну вот, она прибыла Их воздушный корабль буквально только что приземлился у башни И она не одна Первая представительница высшей власти Азади Конечно же, она не будет путешествовать в одиночестве Ага, как-то так Но я сейчас не о телохранителе, когда к лужанку говорю, нет Компания у неё весьма интересная Некий генерал Хами вместе с матерью Утаной Что ты сказал? Хами, генерал, Утана, мать Знаешь таких? Да, они с первой из шестерых Такие ходят слухи Откуда ты это знаешь? У вас есть свои шпионы в башне? Не внутри неё, нет В разных местах, тут и там, неподалёку Кто-то продаёт тайны за деньги Или за защиту своих собственных тайн Кто-то чувствует... Сочувствует магическим А кто-то недоволен Сахи и его верным пёсиком Вамоном Они незаметно управляют городом Поговаривают, что они близки Сестра и солдат За такое карают смертью Ну, парень, пока Сахи управляет церковью Вамон, положение в Меркурии И кто-то мало что способен сделать Если кто-то не способен, то только генерал Хами и мать Утана Значит, ты хорошо их знаешь Вы знали Вы знали, что они приедут И знали, как я с ними связан Потому вы освободили меня Наане! Наконец-то! Какие новости из Мерии? Лихо, Шепард Восстановление продвигается И... Альване Ты снова На ногах Опачки! Опачки! Нажмите F, чтобы узнать побольше об этом персонаже Давайте нажмём F Наане Зидмарийская ремесленница С сопротивлением уже несколько лет Родом она из Ирхар, где прислужил... Год назад Наане выдала расположение базы повстанцев в мире И болото апостола Луазадик Киан Альваны Чтобы спасти поставки еды и лекарств магическим в Меркурию В результате Азади смогли найти и коснить лидера мятежников Айприл Райан И почти разбить сопротивление Это также привело к смертному приговору Киана и его заключению в Монашей Темнице И два варианта Молчание, предательница Что здесь делает это ведьма? Должно быть они и не знают, кто она и что она делала Если я сообщу им сейчас, её убьют Я должен высказать им всё наедине Да, и у нас два варианта Это сказать, что она предательница Или сохранить молчание И это повлияет на события Что ж, очень тяжёлый выбор Я предлагаю всё-таки сохранить молчание Не говорить сейчас Говорить Не говорить о её предательстве Может быть она исправилась Может быть она так же что-то пересмотрела в своей жизни И решила помогать повстанцам Баланс сместился У них? У них всё хорошо Восстанавливают Прошу прощения, Шепард, я так устала Я, пожалуй, пойду в свою комнату Конечно Поговорим завтра Это касается нас всех Уже поздно После завтрака будет ещё одно собрание Вы знали, что они придут Генерал и мать И поэтому вы отправили капитана Бакима в монашную темницу Поэтому вы меня освободили Киан Лихо был прав Вы меня используете Все эти слова о том, что я символ, что я важен для... Разве одно исключает другое? Ты символ Ты воин А теперь Ты ещё и повстанец Я знала, что они приедут Утана и Хами И наши шпионы в Садире доложили мне о том, что ты с ними связан Мы увидели возможность И отправили Бакима тебя освободить Ты же видишь, что мы в отчаянии, Киан В страхе, одиночестве Многие люди уже уступились, сдались, примирились с новым миром, с Азади Многие забыли, короче, начинают нам рассказывать фильм Мы тянем ноги, что остались в сопротивлении Если мы проиграем Потеряем всё Наша жизнь и надежда за наше будущее Всё пропадёт во тьме Я пойду на что угодно, чтобы спасти свой народ На ужасные жертвы На ложь На что угодно Разве ты не поступил бы так, Киан? Поэтому да, ты инструмент Но ещё и символ Наше секретное оружие Наш ключ к выживанию День был долгим и нелёгким А мне ещё нужно много сделать Мы можем продолжить этот разговор позже Всё, давайте пойдём Сейчас поговорим ещё с Наной Скажем Ах, ты стерва Как ты могла вообще сюда прийти? Вот, повстанцы задержали нужного человека, да? Слышите? Он говорит А, чё, кого? Почему он меня, это... Пытается? Чё случилось? Ой, я не виноват Где-то его пытают Всё, правильно Мы нашли предателя Человека, от которого пахло лавандой Запомните это Вот она, Наной Давайте поговорим с ней Я ждала тебя Почему ты защитил меня там? Почему бы не сказал им Что я сделала и кто я на самом деле? Предательница, да? Время У меня была лишь секунда времени Этого не доставит, чтобы мы соничили вырвать спасение Именно её портал помог не забирать и стемнется Она из-за челмера Она знала, что я могу её выдать И всё же она спасла мне жизнь Прощения Я знаю, что у тебя были свои причины на то, что ты сделала Этому нет оправданий Но я сделала то, что сделала Думая, что это было правильно Ты хотя бы выслушаешь меня, прежде чем принимать решение? Конечно Давай, послушай Говори Когда я выдала тебе место положения нашей базы Передала Эйприл Я думала, что жертву одним человеком ради спасения остальных Но многие погибли из моих действий Это не давало мне покоя Я стала сомневаться в своих мотивах Ну-ка, я тебе не верю, слушай Предала я её Или спасти груз едой и лекарствами Без этого груза поздравили бы многие Старики и больные, и дети Или я предала сопротивление, чтобы спасти свою шкуру Азади казнили бы меня Я правда не знаю Возможно, из-за обеих причин Возможно, вы Всё не просто чёрное и белое Мы никогда по-настоящему не знаем К чему приводят наши действия Если ты сохранишь мой секрет Я смогу продолжить помогать Я очень цена для сопротивления Несмотря на мои преступления Выдай меня И многие пострадают Но такова цена свершения правосудия Выбор за тобой, Альваны Не за мной Каково твое решение? Как ты со мной поступишь? О, боже мой Ещё один выбор Да сколько ж можно-то Можно рассказать всем? Рассказать всем или никому не говорить? Я думаю, что если мы сейчас никому не расскажем Тогда Потом, если это вдруг выяснится Доверие К сопротивлению К нам Очень сильно упадёт И это очень нехорошо Потому что, ну, как бы мы умолчали правду Мы должны рассказать всем Ну, ладно, ничего страшного Какие последствия бы ни были Другие должны знать о твоём предательстве Хорошо Я понимаю Ты позволишь мне самой признаться Шепард? Я отведу тебя к ней Спасибо тебе И Прости за всё больше, что я причинила Я должна была позволить тебе убить меня Мне надо было быть сильней Если бы так То, может, Лико не так не страдал бы Эйприл была бы жива А ты до сих пор был бы апостолом И ты бы еще был бы апостолом Уху! Вот это да! Вот это тяжёлый выбор был Посмотрим, к чему всё это приведёт Надеюсь, ничего страшного Не случится Первое уже в пути Она упоминала его? Я так не думаю Ты же знаешь, что она взяла с собой генерала Хан И эту мать с собой Утану Это ничего не значит Генерал должен был вернуться в Северные Земли Что насчёт матери? Говорят, что она следующая в очереди на престол Она хочет принять участие Она ещё всегда сочувствовала Луану Практически вырастила его Она спонсировала всё его обучение Свет Она может стать проблемой Но что нам делать? Убедимся, что никто из них не узнает, что Киан жив и мгнул сопротивлением Оп! А вот и наши друзья Госпожа, ваше присутствие здесь честь для нас Сестра Сахия Это величественное строение Похоже, что ваша работа приносит плоды Полагаем, что так, госпожа Мы приветствуем вас, Меркурий Мать, я так же счастлива видеть вас То, что вы обе здесь Великая честь Вполне Престол желает знать, как продвигается миссия Как жители северных земель справляются с переменами И сколько из них решили принять Свет богини Мы обсудим это и многое другое А пока мы подготовим ужин для всех вас Надеюсь, вы ко мне присоединитесь Хорошо, что ж, я проголодалась И да, на этих воздушных кораблях Не очень, да? Я не ожидал, что вы унесли Так скоро Я тоже Что это за слуги ходят про Киана? Да, что с апостолом? Мне больно сообщать вам, но Альваны погиб во время бунта Он был приговорен к смертной казни И взят под стражу до вашего прибытия, госпожа К сожалению, шпионы мятежников проникли в тюрьму Они убили его и сожгли его тело Богиня, проведи его бессмертную душу в первой горе При всем уважении к вам и престолу Мать Альваны был предателем Он предал дело И он Позвольте напомнить вам, сестра Что апостол не был лишен своего титула И говорить о нем следует подобающим образом И еще позвольте напомнить Что без надлежащего судебного разбирательства Суда первой из шести Его так называемая измена Лишь обвинение и ничего больше Теперь, когда он больше не с нами Мы можем так и не узнать правды Но нашим людям не будут говорить, что апостол быть предателем Мать Как вы сказали, он умер, командир Зарезан во время бунта Они сожгли его тело Надеюсь, после того, как он истек кровью Мы не могли отбить темницу до следующего утра Мне нужно будет увидеть темницу своими глазами, командир И опросить стражников и заключенных Разумеется Я приготовлю все необходимое для вашего визита через пару дней Не беспокойтесь, Волон Я пойду туда завтра Вам нет нужды утруждать себя Я уверен, вам и без этого есть чем заняться Как пожелаете мне Как продвигается работа над машиной? Инженеры работают днем и ночью, чтобы подсоединить трубы Мы ожидаем, что все будет запущено согласно графику Хорошо, я привезла последние указания из Садиры Архитекторы отправят вас Все оставшиеся поправки воздушным кораблем И когда пророк вернется, он проверит машину перед ее запуском Разве вы с ним не говорили? Уже много месяцев? Нет, но он будет здесь, когда будет выполнено наше задание, посланное богиней Только он знает, как запустить его и истолковать послание машины Конечно Пожалуйста, не ставите ли у меня обе компании за ужином? Я уверен, как не переживают, что идаст мне прежде, чем мы сядем Генерал Командир До завтра, сестра Мать Миледи Миледи Дерган и Медвижен меню Вам он, отведайте со мной в мой покой Конечно, мир Ну, бравый парень Расскажите мне еще раз, что случилось в темнице Так, ну все Пришло время сделать паузу Скушать твикс мы не будем Окей Что это у нас? Глава четвертая Сновидение Здорово Это как раз очень хороший момент, чтобы Немножко Передохнуть Воу Воу-воу Зоуи Что это за прикид? Ладно, ладно Не будем раскрывать все карты Мы увидим продолжение этой истории чуть позже С вами был Маули Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И увидимся в следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok